Итак, дорогие раки, сейчас мы посмотрим, что у вас. На этой неделе раков ждет хорошее настроение. Даже рабочие вопросы вас не разочаруют, а наоборот добавят сил и энтузиазма. Смотрите на свои дела с большим оптимизмом. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить своим кружеским отношениям. В любовных вопросах вы будете очень энергичны и уверены в себе. Предложите своей любимой половинке какую замечательную по альтернативу будущего, от которой вы оба только выиграете. Во второй половине недели ракам рекомендуется изменить свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете соблюдать диету, то сможете сбросить лишний вес. Достаточно сжатые сроки. Благоприятный день 13 апреля, это мое любимое число 5, а кстати рак. Мне благоприятный день 15 апреля. Так что вот так вот рак. Львы, львы мои любимые львы. Итак, новая неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы давно уже хотели воплотить в жизнь какую-то идею, время пришло. На этой неделе наибольшая вероятность того, что вы сможете без лишних эмоций объяснить и отставить свою точку зрения. И если вы давно откладывали поход к врачу, то так же стоит это сделать именно сейчас. Ведь если вы будете тянуть и дальше, то потом восстановить здоровье будет очень сложно. К концу недели не зацикливайтесь на домашних проблемах. Это может спровоцировать лишние конфликты. Если у вас есть нерешенные вопросы, попробуйте их проговорить и дойти со своим партнером к общему согласию. Благоприятный день для львов 14 апреля, неблагоприятный 19 апреля. Девы, девы мои, девы. Вам нужно как можно лучше сконцентрироваться на своих текущих делах на работе. К тому же, повышенное ответственность лишней тоже не будет. На этой неделе вам нужно будет быть готовыми к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Поэтому не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок. Будьте предельно осторожны, если речь идет о финансовых операциях. Велика вероятность обмана. Тщательно все проанализируйте перед крупной покупкой и вложением денег. Благоприятный день для вас 16 апреля, неблагоприятный 18 апреля. Весы, весы мои. Весы и тазмы. Ваша склонность кремительности. Нежиданное препятствие. Начало недели вас порадует. Вы помиритесь с тем, с кем давно есть конфликт. Во второй половине рабочей недели настроения могут испортить нежиданные новости, но ненадолго. Попробуйте на этой неделе не принимать успешных решений и не делать достаточно рисковых выводов. Не рекомендую заустраивать истерики и закатывать стены. Кроме того, алкоголю на этой неделе лучше не прикасаться, не бухайте. На этой неделе стоит обратить внимание на свое питание. Добавьте в свой рацион больше свежих овощей и зелени. Если вы решили придерживаться диеты, начните с четвергов. Вероятность, что сложно удержаться в этот день минимально. Благоприятный день 13 апреля, неблагоприятный 14 апреля. Скорпионы, скорпионы очень сложные. Итак, скорпионы, больше внимания на этой неделе обращайте на нужды окружающих, в том числе партнеров по бизнесу или второй половинки. Гороскоп на неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, находятся не в лучшем состоянии. Скорпионы, будьте осторожны с лекарствами. Если возникла необходимость в их использовании, лучше проконсультируйтесь с врачом. На этой неделе лучше воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем. Отношения и на работе, и дома будут состоять хорошо. Попробуйте составить себе четкий план дел, который вам надо сделать. Таким образом, за выходные вы сможете сделать множество полезных задач. Благоприятный день 16 апреля, неблагоприятный 17 апреля. Стрельцы, мои родные, что же вас ждет? Вам, стрельцы, необходимо избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, потом пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Стоит изменить свой режим труда и отдыха. Вам стоит повременить с новыми проектами и начинаниями до того момента, пока личные проблемы не будут препятствовать работе. На выходных попробуйте уделить себе время на отдых. Работа с вами будет всегда. Не пытайтесь все выполнить идеально согласно правилам. Нет никаких правил. С таким бешеным ритмом в делах вы можете перегореть. Благоприятный день 19 апреля, неблагоприятный 13 апреля.